дорогие мои друзья всем большой большой привет мне очень приятно что вы заглянули ко мне я очень рада вас видеть сегодня приготовим очень очень вкусный насыщенный ароматный обед для всей семьи для начала нарежем две небольшие луковицы маленькими кубиками и возьмем два средних помидора или как у меня 4 маленьких нарежу небольшими кусочками переходим к плите сковородку ставим на огонь разогреваем наливаем растительное масло и сначала отправляем обжариваться лук жарим до легкой золотистости приятного аромата лука теперь добавляем фарш у меня здесь 500 граммов смешанного рубленого фарша курица индейка но вообще фарш подойдет абсолютно любой обжариваем на огне чуть выше среднего постоянно помешивая вот так как бы разбивая комочки посолим добавим черный молотый перец сухого чеснока сладкой паприки если есть можно под копченую взять не для аромата орегано добавляем 2-3 столовые ложки томатного соуса все хорошенько перемешиваем и потушим еще минут пять добавляем помидоры нарезанные кубиком и зелень можно свежую зелень я взяла заморожена мне кинза обжариваем 2-3 минутки и вливаем или горячую воду или еще лучше бульон теперь огонек уже можно убавить пусть прокипит протушится в течение нескольких минут теперь приготовим соус ковш или небольшую кастрюльку лучше брать с толстым дном у меня вот такой красивый ковш фирмы талер как раз толстым дном удобная ручка сейчас на этот ковш еще ряд другой продукции талер скидка 40 процентов я все ссылочки оставлю под видео в описании сначала растопим кусочек сливочного масла примерно 40 50 граммов затем всыпаем две столовые ложки муки и муку вместе с маслом обжариваем постоянно помешивая на среднем огне должен появиться очень приятный аромат и теперь разом вливаем 500 миллилитров молока молоко комнатной температуры специально его не подогреваем теперь уже вооружаемся венчиком и все время активно помешивая варим соус до загустения в конце хорошенько посолим и добавим щепотку мускатного ореха еще раз все хорошенько перемешиваем и соус бешамель готов форму для выпечки у меня форма 24 на 18 сантиметров можно взять и побольше форму размером смазываем кусочком сливочного масла и дно формы заполняем соусом 3-4 ложки следом на соус насыпаем небольшой слой тоненькой вермишельки в итоге у нас получится такая а-ля лазанья теперь мясной соус сверху вновь сливочный соус бешамель вермишель вновь мясной соус ну и так далее самый верхний слой соус бешамель я немного присыплю сыром накрываем фольгу и ставим в духовку разогретую до 180 градусов на 30 минут у меня с конвекцией затем фольгу снимаем и оставляем в духовке еще на 15 минут пока не подзолотиться корочка смотрите какое аппетитное очень ароматное блюдо получилось нарезаем на кусочки и подаем на стол очень-очень вкусная сочная и нежная запеканка попробуйте приготовить я от всей души желаю вам приятного аппетита обнимаю всех крепко-крепко пока пока увидимся